Большое спасибо, прежде всего, за то, что вы организовали для меня такую красивую, прекрасную погоду в Санкт-Петербурге. Когда я уезжал из Лондона, такой дождик шел, поэтому сюда я приехал с таким удовольствием. И да, я очень-очень счастлив, что я не привез этот дождик вместе с собой и вас тоже им не залил. Вчера был очень красивый, шикарный день во дворце. Я хотела бы поблагодарить организаторов за то, что они организовали посещение летнего дворца. За пределами Санкт-Петербурга, видимо, Екатерининский дворец имеется в виду. И вот мои слайды. Вот это как раз там, где я был вчера. Это абсолютно удивительная была погода. Посмотрите, какая красота. Итак, герминогенные опухоли. Где же они локализуются? Самая частая локализация – это в Гонадах. И фактически они гораздо более распространены даже, чем в реальной опухоли. Это означает, что эти клетки продолжают делиться у мужчин, в то время как у женщин они заканчивают делиться очень рано. И вот таким образом начинают локализовать опухоли. Итак, экстрагонадальная локализация также возможна, потому что они спускаются вниз по срединной линии. И, соответственно, затрагивают все срединные структуры. Это и срединные структуры головного мозга, и абдоминальные структуры через средостений в грудную клетку, и затем в абдоминальную полость, и также в зону вокруг крестца они могут локализоваться. Соответственно, вот там мы можем находить такие первичные опухоли. Итак, то, что касается лечения этих опухолей. Это будет вариабельно, и семеномы, или у девочек, и у молодых людей, они отличаются. Дело в том, что есть у нас гистопатологи в аудитории. Я хотела бы сразу извиниться перед вами, но я хочу сказать, что они очень часто нас сбивают с толку своими результатами, потому что семеномы в головном мозге, например, зачастую они называются герминомы, но на самом деле это та же самая опухоль. Эти опухоли отличаются от несеменом, и ведение, лечение подобных пациентов тоже будет отличаться. Итак, надо сказать, что в гонадах очень часто общая выживаемость лучше, и то, что касается средостения, у нас здесь самая худшая будет общая выживаемость, и также то, что касается головного мозга, то здесь у нас есть некоторые терапевтические подходы. Педиатрические пациенты, герминомы у педиатрических пациентов, это действительно, здесь у нас ведение этих пациентов будет отличаться от взрослых пациентов, и скорее всего это будет происходить из-за того, что биология этого заболевания отличается, потому что она гораздо более агрессивная и растет, и разрастается гораздо более быстро. И сегодня я буду в основном фокусироваться только на авариальных герминомах, и фактически потому, что Елена попросила меня именно на этом сконцентрировать мою презентацию. И буду говорить о подростках и буду говорить о молодых взрослых в этой связи. Итак, спектр этого заболевания, иногда он действительно сбивает с толку гистопатологов, потому что у нас отличается патологический взгляд на эту проблему от клинического взгляда. Но у нас есть, так скажем, при злокачественной стадии и злокачественная стадия. Вот если мы посмотрим на тератому, это доброкачественное заболевание. Я не думаю, что они на самом деле истинно доброкачественные, потому что эти герминомы продолжают расти, и, соответственно, они дедифференцируются в многие виды очень злокачественного, очень тяжелого рака, включая плоскоклеточный рак, аденокарциному и так далее. И надо сказать, что другого рода опухоли также возможны, эпидермоидные опухоли могут возникать. Поэтому я полагаю, что это дозлокачественное состояние. То, что касается внутренности опухоли, иногда вы можете найти даже такие незрелые кисты. И также монодермальные тератомы возможны. Они наличествуют. И то, что касается злокачественного спектра, я, как правило, считаю, что это дисгерминомы, либо не дисгерминомы. Вы видите, что они включают в себя также анапластические опухоли с вариабельностью подтипов. И также незрелые герминомы, которые, скорее всего, будут злокачественными. И это будет степень второй или третий. То есть, соответственно, они развиваются, по большому счету, очень злокачественно и зачастую агрессивно. И у нас могут быть также смешанного типа опухоли. И зачастую мы можем двигаться с одного угла спектра в другой угол спектра. Соответственно, это могут быть дозлокачественные состояния. Иногда вы можете разрушить все активные опухолевые клетки. Но зачастую мы видим, тем не менее, продолжающийся рост. И тогда мы их классифицируем как дермоидные тератомы. И иногда вот такие дермоидные тератомы, которые остаются после терапии, так скажем, резидуальные, они могут вернуться в злокачественный и очень активный рак. Соответственно, это очень такая парадигма. И вот эти опухоли не перемещаются из одного угла спектра в другой. Итак, что же мы знаем о герминомах, в принципе, аппедемиологии? Пиковый возраст между 15 и 25 годами жизни, но в любом случае она может возникнуть в любом возрасте. Инцидентность распространена приблизительно 1 на 500 тысяч. Это, по большому счету, очень редкие заболевания. 2-3% всех авариальных опухолей, как раз это гермиомы. И чаще всего возникают у темного или, так скажем, латиноамериканского населения, но также и у других рас возникает довольно часто. Возникают, скорее всего, есть генетические связи или генетическое объяснение. Есть, так скажем, семьи, за которыми мы наблюдаем, где у нас такие повторяющиеся герминомы. И подлежащий ген, тем не менее, ген, ответственный за мутацию, в этом гене еще не была открыта. И, скорее всего, мы сможем выявить вот эти генетические причины. В ближайшем времени исследования ведутся. И последние исследования были опубликованы, которые связывают с PIK3-сейкиназа, или это мутация в караз также. Предполагается, что она отвечает. И также растущая тератома. В этом году был сделан доклад, который показывает один случай, педиатрический пациент, была мутация в ПИ-10, в ПТН, извините. И вы видите, что также в гонадах развивается герминома. Соответственно, мы можем также видеть повышенный риск среди молодых и взрослых. То, что касается эпителиального или авриального рака, у нас достаточно короткая история. Очень быстро они развиваются в абдоминальной полости. Иногда даже девушки беременеют, или ощущение такое, что они беременеют, потому что у них даже есть абстрактивный синдром, и могут быть даже положительные тесты на беременности, начинается, во время быстрого роста начинается торсия яичников, из-за того, что возникает некий дополнительный объем вокруг яичников, также возможно кровотечение внутреннее в абдоминальной полости, и возникает, так скажем, проблема с менструальным циклом, и также некоторые уплотнения в молочной железе. Дисгерминомы – это очень редкое состояние, и могут вызывать гиперкальцемию, и также метастатическую болезнь. Если, например, это метастазирование в легкие, в головной мозг, как я уже говорил, метастазы также будут развиваться по срединной линии, и системные признаки, также есть, это усталость, это наличие некой лихорадки, фибрильной и так далее. По большому счету, это очень такая быстро растущая масса в области малого таза. Ультразвук нам может помочь выявить обычный ультразвук, или с доплера, он может показать вам такую кистозную массу, разрастающуюся в области малого таза, КТ, грудной клетки, абдоминальной полости малого таза, особенно, если мы говорим о контрасте, МРТ, если у вас есть возможность воспользоваться МРТ, то это даже лучше, чем КТ в области малого таза, затем маркерные опухолевые маркеры, извините, это, возможно, вам не нужно будет даже дальше исследовать, если вы видите, что у пациента комплексное, сложное кистозное образование в малом тазе, и при этом повышены вот эти опухолевые маркеры, то, наверное, дальнейшие исследования даже можно не проводить. Есть, но, тем не менее, это не специфические маркеры, все, что вызывает перитрениальный воспалительный процесс, они не являются специфическими, но, тем не менее, они могут коррелировать с тем, как заболевание развивается и отвечает на терапию. Также они могут коррелировать с симптомами овариальной герминальной опухоли. и если у нас метастазы в легкое, то вы также должны провести МРТ головного мозга, и затем мы зачастую видим ложноположительные, ложноположительные, ложноотрицательные результаты, и прорастание в кость или они это очень редкая ситуация, именно поэтому ДГПТКТ, наверное, здесь у нас будет под вопросом генетическое исследование. Если это коррелор карцинома, то в этом случае мы должны задуматься о том, а это герминогенная карцинома или нет. И возможно микро... мы можем исследовать микросателлиты для того, чтобы увидеть потенциальные гены, которые могут наследовать наши пациенты. Итак, вот здесь у нас... Вы должны помнить, что это молодые пациентки, соответственно, мы должны сохранить также репродуктивную функцию, не только вылечить этих пациентов, поэтому нам нужно некое стадирование для того, чтобы понимать куда развивается и как развивается эта болезнь, соответственно, нужно ли нам делать биопсию противоположного яичника, скорее всего, нет, потому что это односторонний, как правило, процесс, и затем мы должны избежать излишних шрамов и рубцов на яичнике для того, чтобы никаким образом не компрометировать репродуктивную функцию в дальнейшем. и локорегиональные лимфатические узлы нужно ли делать биопсию, на данный момент мы считаем, что в этом абсолютно нет необходимости, это очень чувствительная химиотерапия болезни, соответственно, если даже вы нашли единичный метастаз, лимфатический узел, никакой необходимости в локорегиональном лимфодисекции нет. и затем как мы должны делать подобную операцию. Это лапароскопическая операция, или дело в том, что, конечно же, хотелось бы хорошие, также не только функциональные, но и эстетические исходы получить, потому что это молодые пациентки. Я предполагаю, что, конечно же, открытая хирургия дает нам более хороший обзор хирургического поля, но, тем не менее, если это большая опухоль, нам, конечно же, придется ее именно так и оперировать, но чаще всего, если это небольшая опухоль, мы ее оперируем через небольшой портал, и самое главное, это там есть инкапсуляция, поэтому мы не знаем, какая это стадия, 1А или 1С, соответственно, мы должны прежде всего увидеть опухоль, для того, чтобы понять, какая это стадия, возможно, нам придется пересмотреть стадию, и она будет 1С. Как я уже говорил, мы не можем получить на данный момент адекватное стадирование от патоморфологов, и поэтому очень многие молодые женщины, конечно же, не хотят большой рубец на животе, поэтому мы должны отталкиваться от стадирования, для того, чтобы выбрать хирургическую технику, но прежде всего мы можем стадировать на основании патоморфологии, во-первых, во-первых, это наблюдение за пациенткой, это адювантная химиотерапия, потому что есть определенные стратегии, которые мы используем и у молодых людей, и если это дисгерминома, то в этом случае адювантная лучевая терапия может быть дана пациенту, и может быть, потому что вот есть большие данные, которые показывают, что это может приводить к вторичным опухолям, и соответственно сегодня это у нас лучевая терапия, это то, что мы сегодня держим под вопросом, и дополнительное хирургическое вмешательство, потому что возможно у нас могут быть так скажем положительные или отрицательные края резекции и также то, что касается плохих прогностических факторов, во-первых, я не могу сказать, что мы полностью можем полагаться на наблюдение за пациентом лимфоваскулярной инвазии, это в этом случае очень плохой прогностический фактор, очень крупные и большие опухоли, и соответственно очень часто в литературных источниках вы видите, что это плохой прогностический фактор, затем фактически со всем вот этим тем не менее можем согласиться, что наблюдение тем не менее достаточно хорошо выглядит у девушек, мы продолжаем еще учиться, как этих пациентов вести, потому что у нас небольшая выборка, вот, если мы с вами посмотрим на стадирование, вот, то здесь у нас есть секретция ФП, вы видите, что зеленая часть графика падает достаточно хорошо, и если мы с вами увидим, она возвращается к норме, и если вы посмотрите на голубую, это это ХГЧ, она повышается достаточно быстро, и вот, сколько из вас думаете, что это рецидив, это связано с рецидивом? Никто? Да, действительно, потому что это не был рецидив, и вот видите результат, вы видите, очень хороший результат этого повышения ХГЧ, очень такой счастливый результатик получился, вот это девушка, у которой мы удалили опухоль, и вы видите, что АФП падает, но затем где-то в середине жизни опять начинает повышаться, и вы видите, что опять-таки вот этот подъем, он отражается на этом слайде, и вы видите, что были отрицательные все другие результаты, и затем у нее было три цикла химиотерапии, и после этого вы видите, что АФП вернулся опять-таки к норме, но если вы посмотрите на ХГЧ, то здесь у нас некоторое повышение, это достаточно часто происходит, потому что когда мы даем интенсивную химиотерапию, то в этом случае мы вызываем так скажем временную менопаузу, к счастью, затем реальная функция восстанавливается у женщин, и вот таким образом мы можем сделать что-то и нам не обязательно использовать аналоговые, мы просто можем запустить некий естественный процесс, и через несколько месяцев вы увидите, что ХГЧ повышается опять, но это было уже связано с предбеременностью. И соответственно осталась химиотерапия или без нее, и соответственно все равно остается возможность наступления беременности, и позднее мы проанализировали эти данные и показали показатели успешности или возможности беременности после химиотерапии или без химиотерапии у этих женщин, и это вероятность одинаково, у нас составляет порядка 83%. Итак, стадия 1А, дивантная или наблюдение терапии, нет корректного ответа, что делать. Стоимость этого очень, скажем так, похожа в наших условиях фармакоэкономических, возможно у вас ситуация отличается, но у нас эта стоимость не отличается. Наблюдение однозначно менее токсичный подход, скажем так, если пациентка не может соблюдать рекомендации, можем дать карбоплатину, видите, 7 раз в день на 2 для дисгерминативных опухолей и для недисгерминативных опухолей, в отличие от заболевания яичек, где можем дать один цикл БЭП, мы можем дать три цикла БЭП. И мы можем сказать, почему мы так делаем, так много, такую интенсивную химиотерапию и ответствующую, чем раньше, ранние данные говорят о том, что герминативная опухоль у яичников на самом деле лучше отвечает на первые курсы химиотерапии. Если женщина рецидивирует после химиотерапии, то, соответственно, опухоль прикает очень плохо, в отличие от цистикулярных опухолей у мужчин и по причинам, которые сейчас не совсем понятны. Долгосрочный мониторинг однозначно требуется в обоих случаях. Безопасно ли беременеть? Последний рецидив в нашей серии наступил через 24 месяца в серии Викуса 19 месяцев и вы видите, бывают отдельные публикации, что может пройти времени чуть больше чем до 4 месяца. Поэтому наша рекомендация для молодых женщин подождать 24 месяца. У тех женщин, которые более, скажем так, зреют, постарше и которые действительно хотят забеременеть, мы показываем данные и далее они решают, когда беременеть. И мы знаем, что несколько из этих пациентов, которых я вам показывал, они забеременели приблизительно через год после исходной терапии. Итак, резюмируя для стадии 1а. Итак, сохраняющая фертильную функцию операции рекомендуется, наблюдение является вполне разумным подходом. Частота рецидива 19-20% по некоторым отчетам. Мы предполагаем, что практически все пациенты могут излечиться. Одевантная терапия является альтернативой. Мы ее используем у некомплиентных пациентов, которые находятся в периоде наблюдения. И как минимум 75% женщин на самом деле вообще не требуется химиотерапия, то есть это избыточная скромная терапия и имеются краткие и долгосрочные результаты при применении или исходной при применении терапии. И рецидивы могут возникать 1-2 года после терапии, поэтому требуется использование определенных методик визуализации. И фертильность весьма сохранна у этих женщин, однако не в случаях использования лучевой терапии на область малого таза. Можем ли мы продолжать динамическое наблюдение и в стадии и у нас была совместная публикация, в которой мы совместно анализировали наши данные и наши данные группы МИТО. Это возможный вариант и мы однозначно предлагаем ее некоторым пациентам как возможный вариант, которые хотят его, но у нас была одна женщина с третьей стадии, которая рецидивировала в период наблюдения в опухолевом химиотерапии для того, чтобы уйти в ремиссию и на данный момент она сейчас естественно бесплодна как следствие данной химиотерапии, хотя, конечно, чувствует она себя нормально. Как начать с гербином? Можем ли мы в стадии 1С предлагать им динамическое наблюдение? В ответ возможно. Это то, что мы сейчас активно изучаем, как нащуп недисгримативных опухолей, которые находятся на стадии третьей. Ответ на самом деле скорее всего небезопасно и предлагать динамическое наблюдение, поэтому мы его и не предлагаем. В стадии 1С при бакулях желточного мешка и далее. Оперативное лечение при более запущенных стадиях запаливания мы должны если всегда ли требуется цитридуцирующая диагностическая оперативная вмешательство? Мы должны понимать нам иногда требуется просто дать им химиотерапию, если позитивные маркеры, если маркеры отрицательные, тогда нужно сделать биопсию, чтобы поставить диагноз. Срочно неотложная неодевательная химиотерапия это вопрос, который можно рассмотреть. Почему? Ну, потому что она может сохранить вертильность, поскольку если имеется большое сложное образование в малом тазу, то возможно нужно попытаться сохранить органы репродуктивной системы, это позволяет избегать роста опухоли и возможно, если мы используем массивную радикальную цитридуцирующую операцию, мы можем увидеть, что в послеоперационном периоде женщины в момент заживления и если они не получают химиотерапию, опухоль может повторно вырасти и соответственно все результаты цитридуцирующей могут быть потеряны. Поэтому надевательная химиотерапия имеет смысл рассмотреть в запущенных случаях. Вот эта пациентка, у которой была достаточно запущенная опухоль в малом тазу, она получила химиотерапию и практически вся опухоль ушла. Вот еще одна пациентка с запущенным заболеванием, мы видим данное образование в побрюшении, асциты и так далее и все ушло после химиотерапии, то есть другими словами мы должны назначить химиотерапию вот еще здесь имеется опять же образование, которое по химиотерапии уменьшилось и скальцинировалось и здесь имеются признаки что-то такое тератома или имеется активный рак, его естественно нужно удалить после операции, а ответ, как вы видите справа, весьма и весьма хорош. Это пациентка, которая получала терапию в другом центре и они продолжали лечить или они лечили в течение года, используя различные схемы химиотерапии и в течение года опухоль подрастала и что в этом центре не понимали, что на самом деле имеется синдром растущей зрелой тератомы и соответственно она без необходимости получала все больше и больше химиотерапии и в итоге маркеры выросли, АФП оставался на неком повышенном уровне, поскольку опухоль была повреждена химиотерапией и она продусывала АФП для того, чтобы пытаясь скажем так восстановить себя и что и требовалось и требовалась операция и как вы видите после химиотерапии после химиотерапии и состояния и после операции ввод опухоль поддиафрагмальная весьма распространенная соответственно мы должны были пригласить хирургов гипотологов хирургов-онкологов и тракальных хирургов для того, чтобы провести операцию и вот эта вся команда хирургов работала и теперь работа с женщиной в итоге она чувствовала себя хорошо мы привлекли очень опытных специалистов и так какая схема химиотерапии БЭП для заранее стоит заболеваний это совершенно все просто это понятно три цикла это нормальная нормальная с химиотерапией требуется четыре цикла если ответ маркера на терапию замедлен для стадии третьей и четвертой опять же в большинстве центров назначается схема БЭП но прежде чем мы назначаем БЭП если вы действительно имеете тяжелые запущенные заболевания нужно подумать о применении некоторых близкодозово-индукционных химиотерапии для того чтобы не убить пациентка от метаболических нарушений вследствие очень быстрого коллапса скажем так опухоли разрушения опухоли на стандартной химиотерапии это то что мы используем для того чтобы избежать вот этих метаболических проблем и после одного или двух циклов эта схема женщина получает терапию раз в неделю далее мы переходим на стандартную химиотерапию и так что же это может быть для большинства пациентов как минимум четыре цикла БЭП в нашем центре мы изучаем схему из семи препаратов ситуация когда БЭП недостаточно адекватен я не думаю помп или ЭП на самом деле адекватны нам требуются некие более совершенные схемы лучше понимать как изолировать скажем так ситуации ситуации с пациентами с очень высоким риском от пациентов с менее высоким риском и далее уже понимать как долго требуется терапия в основном дается четыре цикла терапии на этом остановиться но это может быть недостаточно поскольку маркеры могут еще нормализоваться у некоторых из этих пациенток поэтому нужно продолжать химиотерапию пока маркеры не выйдут на нормальное значение как минимум на 4 недели и очевидно без фитопротеина это может быть проблемой поскольку он может никогда не нормализоваться поскольку идет повреждение печени вследствие химиотерапии по крайней ХГЧ дает более четкий сигнал по ответу мы знаем что в случае рецидивов мы получаем они являются очень агрессивными это совершенно отличает ситуацию от мужчин и совершенно непонятно почему так происходит и вот это достаточно старые данные вы видите стадия 1 мы видим стопроцентную выжимаемость и это все сегодня и сегодня также относятся данные современных пациентов четвертой стадии как видите у них чрезвычайно печальная ситуация 65% этих пациентов мы получаем долгосрочную выживаемость это однозначно недостаточно хорошо мы увеличили это цифр до 75% общего выжимаемости за 10 лет потому что последнего анализа но опять же нам потребуется очень много времени чтобы выйти даже на этот результат и опять же мы уже используем помп или беп для этих пациенток этого недостаточно требуется дополнительная химиотерапия что можно попробовать можно ли выделить пациенток с неблагоприятным прогнозом с высоким риском рецидива и дать им более тресимную химиотерапию если это возможно тогда соответственно цикадозовая химиотерапия это то что используется у мужчин и можем посмотреть по этой серии из группы Айнхома в США мы видим было 30 женщин которые рецидировали 13 женщин у 4 женщин в итоге получили рецидив ревизию на тандемной высокодозовой химиотерапии соответственно выживание существенно хуже чем у мужчин что нужно еще что-то как насчет иммунотерапии и так мы изучали это возможно в нашем центре и другие специалисты также во всем мире это изучали возможно я боюсь что сигнал по крайней мере по крайней мере иммунотерапии в случае герметичных у мужчин и у женщин на самом деле бесполезно мы получали очень такой транзиторный ответ иногда но ни одна из пациенток не вышла в полную ремиссию в нашем случае как же мы можем улучшить ситуацию требуется централизованная система оказания медицинской помощи это позволит нам избежать систематических ошибок с выбором с выбором пациенток позволит получить централизованную путь для поступления пациенток естественно пациентки могут лечиться и у вас и в локальных центрах в нашем случае мы получаем порядка 40-50 новых случаев в год но в большом случае химиотерапии химиотерапия в самом новом все таки вводится в локальных центрах международная база данных также весьма полезный шаг вперед и существует целый ряд попыток во всем мире для того чтобы создать такие базы данных и резюмируя может не потребуется циторедуктивная операция на ранних стадиях заболевания БЭП 3-4 цикла опять же на ранних стадиях заболевания но при существенно более запущенных стадиях требуется минимум 4 цикла БЭП или схема помбейс и как вы видите в результате все еще недостаточно адекватны мы должны скажем так искать новые возможности можно спросить высокодозовую терапию на раннем этапе для пациентов с высоким риском но их нужно как-то выделить определить поскольку просто стадия вам не говорит о том у какой пациентки на 4 стадии прогноз хороший а у какой хуже рецидивы при герметивных опухолях у женщин весьма и весьма агрессивны и в отличие от мужчин требуются новые прогрессические факты фертильность после химиотерапии к счастью остается весьма и весьма сохранной и не требуется дополнительной помощи в этом ответе и централизованное оказание медицинской помощи возможно это необходимый путь развития и инициатива и урокан в Европе может помочь на этом отношении большое спасибо за то что вы прослушали лекцию я хотел бы сказать что я работал с очень большой командой Великобритании на разополучение для того чтобы сделать вам это сообщение спасибо спасибо